Гомельчанка Наталья Кузикова воспитывает двух детей – годовалого Артёма и шестилетнюю Ксюшу. В таком возрасте риск получить травму огромный. Малыши только начинают познавать большой мир вокруг себя. Искреннее любопытство или небольшая шалость могут привести к печальным последствиям. Молодая мама прекрасно знает, как создать для своих детей безопасные условия. Исходя из того, что мы живём на шестом этаже, изначально у нас были сняты все ручки из окон, чтобы дети не смогли открывать. Розетки тоже были задуманы внизу. И в основном они все были спрятаны за мебелью по максимуму, чтобы не попадаться на глаза и не вызывать соблазна даже туда залезть. Чайник всегда стоит вдалеке. Пользуюсь только крайними дальними комфортами, чтобы тоже не опрокинуть на себя ни сковородку, ни кипящую кастрюлю. Но не все осознают огромную ответственность быть родителем. Зачастую дети страдают от элементарной халатности взрослых. Так произошло в Хойниках, где травму малыш получил, когда пытался поджечь бумагу в камине. В агрогородке Рёмина и Калинковичев девочка и мальчик опрокинули на себя чашку с кипятком. Не стоит заниматься и самолечением, иначе это может привести к плачевным последствиям. 13-летнему подростку из Гомеля пришлось несколько дней провести в реанимации, после того, как его родители пытались снять боль в области живота различными лекарствами и травяными отварами. Вместе с правоохранителями бьют тревогу медики. За последний год наблюдается рост острых бытовых отравлений у детей. Основной возраст пациентов областной клинической больницы от 1 до 3 лет. Причина одна – дети тащат в рот любые предметы, вызывающие интерес. В последнее время врачи отмечают всплеск отравлений от обычных носовых капель. Родители считают, что этот препарат безобиден, вполне возможно так считают. И бутылочки с этим средством дают ребёнку поиграть. И могут забыть об этом. Ребёнок его оставляет в своих игрушках, потом открывает крышечку и выбивает это средство. Такие отравления часто видим, и они достаточно тяжёлые. Протекают в тяжёлой форме. В ожоговом отделении Гомельской городской клинической больницы номер 1 ежегодно лечение проходит более тысячи человек. Каждый третий пациент – ребёнок. Как и в случае с отравлениями, большинство детей в возрасте от 1 до 3 лет. Самая распространённая причина ожогов – пролитый горячий чай или кофе. Часто беда происходит из-за контакта ребёнка с горячей поверхностью, сковородой или утюгом. Стоит снять с ребёнка намокшую одежду и охладить ожоговую рану в течение получаса холодной водой. Затем положить сухую повязку и доставить ребёнка в лечебное учреждение. Очень часто приходится видеть, как родители используют разные способы обработки ожоговой раны, которые не оказывают лечебного эффекта и, кроме того, вредны для ребёнка. Наиболее частным является посыпание крахмалом, солью, либо обработка содой. С наступлением новогодних праздников актуальным становится риск получения травм от пиротехники. Наибольший всплеск наблюдается 30-31 декабря и 1-2 января. Часто из-за производственных дефектов петард и фейерверков. Каждый покупатель имеет право потребовать сертификат на продукцию. После нужно детально изучить инструкцию. Не обязательно должны быть указания на русском языке. И стоит помнить, реализация пиротехники детям младше 15 лет запрещена. Если вдруг не сработал фейерверк, то не стоит сразу же к нему подходить, пытаться его трясти, выбросить в мусорницу. Надо выждать, подождать 15-20 минут, потому что это время точно гарантирует, что фейерверк больше не сработает. Поместить в ёмкость с водой и оставить на сутки, а потом выкинуть в обычные отходы. Несчастный случай, как и любую болезнь, легче предупредить. Если этого сделать не получилось, нужно максимально быстро вызвать скорую помощь, либо самостоятельно доставить пострадавшего в медучреждение. Каждая потерянная минута в настоящем может дорого обойтись вашему ребёнку в будущем. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель», новости недели.